Я не знаю, что делать. Мне очень тяжело это все рассказывать. Ребят, блядь, я сейчас заплачу. Это просто... Началось все вчера, 13 числа. Был это обычный день, я проснулся примерно в 12 дня. Взял свою девушку и мы приехали в гараж, чтобы отправить посылки. Зашли в гараж, я покормил крыс, поменял им воду, дал вкусняшек. Собрал посылки и мы ушли. Пробыли мы в гараже примерно минут 20. Свет, конечно же, я за собой выключил. И мы поехали отправлять их. Ничего на зарядку я не ставил. Все было хорошо, только в гараже было очень душно, потому что на улице была вчера большая жара. Я даже снял толстовку и пошел в футболки отправлять посылки. И когда я отправлял посылки, мне звонит хозяйка гаража и говорит, что он горит. Я просто был в шоке. Я не мог в это поверить. Даже на секунду подумал, что это розыгрыш, но потом сразу понял, что нет. Потому что зачем им это делать. Сразу вызвали такси, приехали мигом сюда. Когда подбегал к гаражу, сразу почувствовал запах дыма и понял, что на самом деле произошел жесткий пиздец. Подбегаю к гаражу, вижу кучу пожарных. Много людей стоят, смотрят. На тот момент они еще тут все тушили. Выламывали вот эту стену, потому что возгорание началось с этой стороны. Огня не было, тогда все тлело, был дым. Смотрю, соседние гаражи вскрыты, я испугался. Запереживал, что там тоже они погорели. Потом заглянул вовнутрь, увидел, что все нормально, их просто залили водой. Ну и срезали двери, чтобы попасть вовнутрь этих гаражей. Соседние гаражи были пустые. Ничего там ценного не было, ничего не повредилось, не пострадало. Просто в соседних гаражах воняет дымом, и там все залили водой. Это очень повезло, что огонь не распространился на соседние гаражи. Прям очень повезло. Еще повезло то, что там не было машин. В тот момент я чувствовал, что я потерял просто все. Это очень жестко. Я не мог до конца все осознать. Пожарные у меня там спрашивают данные мои, номер телефона. Я просто не вижу вокруг себя ничего, никого не слышу. И как бы я был в ступоре. Я просто был поражен этим всем. В итоге пожарные уехали. Приехал хозяин гаража. Заварил соседние гаражи. У него есть сварочный аппарат. В принципе претензий ко мне нет от соседних гаражей, от хозяина гаража. Теперь нужно это все восстанавливать. Очень обидно то, что мы в этот гараж недавно переехали. Из старого гаража нас выгнали. Вот все, что осталось от старого гаража. Сейчас будем переезжать в новый. Это вообще жесть. Очень обидно. Столько трудов было вложено в обустройство этого гаража. И теперь нас выгоняют. Просто ни за что. Сюда мы переехали. И только вот обосновались. И произошло вот это. Я даже не успел заснять обзор этого гаража. Я хотел это делать вот на днях. Оператора не было. Все мои труды за два года сгорели здесь. Сгорело оборудование для съемок. Сгорели крысы. Сгорело все, что я собирал. Все, что я копил. Все. Куча денег сгорела. Ущерб примерно 1250. Прикоптился мой велосипед за 100 тысяч, который я недавно купил. Тоже на него не успел обзор выложить. Велосипед в огне не был. Но здесь была огромная температура. Огонь был здесь. Хорошо, что пожарные вовремя приехали. Спасибо им большое. Вообще всем, кто меня поддерживает. Ребят, спасибо. Велосипед прикоптился. В огне он не был. Он стоял ближе к входу. Повезло. Здесь ручки поплавились. Внутри амортизаторы, наверное, там сальники. Все поплавилось. Тормоза уже не работают. Чтобы его восстановить, на 1050 потратить. Я, конечно, сейчас еще и нахожусь в таком очень плохом финансовом положении. Весь в долгах еще. Это все случилось. Я не знаю, что делать. Мне очень тяжело сейчас это все рассказывать. Потому что это пиздец, ребят. Пожар случился не по моей вине. Пожар, скорее всего, я уверен, на 100% случился. Потому что в этом месте, в очаге возгорания, там лежали на столе аккумуляторы и под столом. Мы складывали аккумуляторы запасные там для телефонов. И они, скорее всего, потому что очень душно в гараже было. Здесь было, когда мы пришли, тяжело было находиться. Они, наверное, взорвались, получается. Один аккумулятор, скорее всего, взорвался. И случилось возгорание. И возгорание, это, получается, произошло, видимо, сразу, как только мы ушли. Я просто в шоке от этой ситуации. Это точно никто не мог поджечь. Гараж был закрыт, свет был выключен. Это явно эти аккумуляторы. Я уверен на 100%. По очагу возгорания тут все понятно. Они вот здесь лежали, я это помню. Очень жалко крыс. Сейчас клетка с ними стояла вот там. Они, получается, просто уснули, ребят. Они задохнулись дымом. Они не сгорели, просто уснули. Пусть земля им будет пухом, я их похоронил. Клетку выкинул уже. Здесь стояли мониторы, как в старом гараже. Я постараюсь вставить сюда кадры, как здесь было. Здесь было очень красиво на обустройство этого гаража. Нами было собрано 25 тысяч рублей. Четыре дня без остановки я здесь все обустраивал. Вы на стримах это видели. Сейчас не осталось у меня ничего. Абсолютно. Все это выкинуть в помойку. Здесь абсолютно нужно все восстанавливать. Я не знаю, как я это все делать буду. Тут столько дел и столько денег надо потратить. Больше, чем было все обложено тогда. Сгорел мой компьютер гаражный. Два монитора. Оборудование для видеосъемок. Стабилизатор мой недавно покупал за 15 тысяч. Стабилизатор. DJI Osmo Mobile 4. Клетка, куда я вставлял телефон. Пауэрбанки. Дорогой пауэрбанк, который мне подарили. 20 тысяч миллиампер часов. Вот профессиональный штатив сгорел. Который я за 6 тысяч рублей покупил по дешевке на Авито. Такой штатив стоит в районе вообще 12 тысяч рублей. Но я его взял по дешевке, потому что он был с косяками. Теперь ему жопой. Им невозможно пользоваться. Это уже металлолом. Все сгорело. Тут вы видите все сами. Розетка. И корм сплинтеров. Телефон. My kid. Во-первых, маска пилы. Крипово, реально. А вот маска пилы, которую я показывал в обзоре находок. Здесь надо все выкинуть в помойку. Сдать все на металл. Велосипед я не знаю, как буду восстанавливать. Его надо перекрашивать. Все там. Менять тормоза, которые тысяч 15 стоит. Неизвестно, что там внутри амортизаторов. Там, наверное, все сальники погорели. Ну, то есть поплавились. Огонь был здесь. А внутри гаража была очень огромная температура. Из-за нее все, что пластиковое, все поплавилось. Особенно то, что было вверху на верхних полках. Все, что было внизу. Вот, допустим, вот этот пылесос. Он, как видите, не особо сильно поплавился. Я не знаю, как выводить этот запах. Я не знаю, как отмывать здесь потолок и стены. Я первый раз в жизни с этим сталкиваюсь. Надеюсь, конечно, больше такого в моей жизни никогда не повторится. Конечно, очень радует, что это не сгорела моя квартира съемная. Всего лишь гараж. Но, как вы знаете, это не обычный гараж. Здесь было все, что мной было нажито за два года. Все сгорело. В общем, ребят, я буду все восстанавливать. Восстанавливать я это буду на стриме. Все буду вам показывать. Стримить буду на второй лайв-канал. Кто о нем не знает, подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Не забудьте поставить колокольчик на все уведомления, чтобы не пропустить стримов. Там, если захотите, сможете меня поддержать через донат. Это уже сами решайте. У меня сейчас, ребят, вообще голова не варит. А, еще самое главное хочу сказать. Учитесь вот на моем горе. Никогда не храните эти аккумуляторы. Вообще, выкиньте нафиг их все из дома. Заряжайте их только под присмотром. Не складывайте их. Ни в коем случае кучи какие-то коробки. Особенно в жарких местах, где-то на балконе. Они могут взрываться. Даже может взорваться ваш пауэрбанк, телефон, все что угодно. Поэтому, учитесь на моем горе. Вот так. Ну, а я держусь, стараюсь не падать духом. Мне ничего больше не остается. Настя скоро, моя девушка, рожает. Хочу поскорее здесь все восстановить и вернуться в строй. И жить как раньше. Что с велосипедом делать, я даже не знаю. Очень грустно его продавать за копейки. Я тоже не хочу. Но сейчас такое финансовое положение еще, что я всем еще должен. В общем, жесть, ребят. Я когда выложил историю в инстаграм, увидел от вас большой отклик. Спасибо большое, что меня поддерживаете. Это очень важно для меня. Потому что я в такие моменты осознаю, что я не все просто так делаю. Вы вообще... Я вас очень ценю и уважаю. Спасибо, что вы есть. Это очень важно, ребят. Это очень круто, что вообще вы есть в моей жизни. Спасибо вам огромное. Любая поддержка от вас для меня будет очень многого значить. Давайте попытаемся продвинуть это видео. Поставьте побольше лайков. Напишите побольше комментариев длинных. Ну и с вами был Погорелищ Штребух. Учитесь на моих ошибках и не болейте. Увидимся на стримах и следующих видео. Я их также буду выпускать. Все хорошо, в принципе. Жизнь продолжается. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok